приветствую вас друзья находитесь вы на канале отдыха татая с вами как всегда ксюша александр отдыхаем бургане в отеле swiss in да похоже на шармин мне вот почему-то я не знаю ребята у меня такая ассоциация но отеля абсолютно разные честно значит вот такая вот обстановочка сейчас мы покажем чем же кормят туристов давай пока нет людей пройдете на бар да покажем сразу бар потому что он рядом и уже будем двигаться на ужин в основной ресторан здесь есть несколько ресторанов для ужина вот есть а-ля карты но мы покажем сначала 1 потом будем двигаться уже дальше значит вот она лобби-бар здесь у нас алкогольные безалкогольные напитки работает он до 12 часов ночи в отель как называется вот есть здесь пиво есть здесь напитки часть напитков алкогольных платная часть напитков алкогольных бесплатно вот пиво все в стекло наливается очень приятно то что именно напитки наливаются в стекло это очень большой плюс ну давайте попробуем значит джин вот это хот-му один ребят ну значит хотим показать как готовят напитки да в этом отеле вот бесплатные покажи и к сожалению пинаколада и мохито то что я люблю в принципе когда мы летим они платные но ничего страшного есть и кстати сибрис очень тоже популярны на припасе спасибо он тоже платный это похоже что-то на секс он за бич потому что здесь гренадин взяли себе по коктейлю мы его скорее взяли не для того чтобы купить и чтобы показать вам вот и увидели то что коктейли ну в принципе вот как в мейле да тоже если здесь на баре то стекло вот если с собой то пластиковый стаканчик мне больше всего нравится атмосфера смотрите все таки уже приближается к новому году все ближе и ближе становится новогодние праздники и кстати друзья на нашем канале выйдет видео там где будет обзор территории Дана бич какая она сейчас вот вообще сеть Альбатрос кто в принципе я к чему веду кто купил тур или собирается не только в Дану бич да не только в Дану бич вот по сети Альбатрос вот потому что мы передвигаемся по Кургаде и видим эти накрытия такие большие которые располагаются уже по отелям сети Альбатрос я же это и говорю эта сетка вот так вот масштабно вот так вот значимо масштабно действительно она готовится уже к новому году я идемте на ужин посмотрите какая здесь обстановка какой интересный дизайн скажем так здесь до холла вот и туалеты здесь у нас что непонятно что и ресторанчик находится он на втором этаже сейчас будем смотреть что там нам вкусненького на ужин предлагают сейчас у нас проверят температуру и спросят номер комнаты номер комнаты 1,2,3,2,2,5 друзья встречают нас как то так странно встречают нас колбаски и сырки на ужин ну каждому свое потом овощи помидорки айсберг огурчики пластиковые они так находятся они очень удобно показывать так здесь салатики разные нарезочки так пока нету очереди давайте посмотрим что у нас вкусного здесь о рыбку вижу сразу так рыба на гриме низкий окунь конечно видимо сейчас в египте на низкий окунь сезон что ли ну он по отелям и все которые просто обмен жареная картошка с травами карри курица в сливочном масле пропустила курочку в сливочном масле ну я особый акцент делаю на них все я его очень сильно люблю рыба скумбрия тоже голову он большой дышит так лазанья болоньезы здесь у нас паста и паста привет 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 паста спасибо пасте жарится а да посмотрите спасибо там добавочки вижу перчик лук а здесь ты зачем стоишь шиш тау здравствуйте 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 очень аппетитно смотрится этот шиш тау о и маленькие курчата жареные цыпленок здесь мини кофта мини кофта говядина так здесь жареные цыпленок соусом это было на обед какой-то день то есть я помню это блюдо оно мне очень понравилось здесь очень вкусный соус ракуши тушеные овощи тушеные овощи это это какой-то новый вид желе передумала его так и подходим мы тут где хлебобулочные бублачные изделия бубликов не вижу хлебобулочные и вау ребята ну это уровень клубника только начинается она еще как видите она еще даже зеленоватая вы знаете вот что я на что я обратила внимание то что она сейчас вкуснее чем она в феврале так друзья показали вам обзор ужина вот что я себе взяла вкусненько как и говорила я себе взяла покупать шпинат как приготовлен и конечно же конечно же нильский окунь я нильским окунем уже конечно обедаюсь я отложу душу очень повторюсь люблю нильский окунь как он приготовлен очень вкусно также взяли по овощам помидорки альфы огурчики ну и конечно же дынька и клубника это она сладкая кстати я не видел хочу заметить в альф лейли то что была бы клубника ее там не было и дыня была да и дыня была очищенная но клубники не было однозначно ну вы знаете дыня в декабре очень вкусная очень классная а я себе взял курочку взял говядину и рис рис напомню в Египте в Турции они вообще очень вкусно готовят и рис вообще замечательно вкусный рис вот этот рис он стал так не хватает клубники с дыней в декабре месяце тебе бы еще сливки и все и тебе не надо вот эта тарелка у Дейфа египет зимой он наверное еще ну он в принципе это уникальная страна у нее очень прекрасное красное море которое многие любят вот спасибо спасибо большое спасибо которые все очень любят которые сюда ради этого моря не едут вот ну в принципе мне нравится даже вот самая губская обстановка вот мне нравится эта страна но это сейчас не в этой теме а что хочешь сказать что уникальная страна чем тем что зимой вы сюда прилетаете и получаете в дворе кайф потому что здесь сезон значит на клубнику там не знаю еще манго здесь такой заряд витаминов идет просто то есть много того чего нет уже у нас здесь оно на полках оно здесь недорого ну клубника 2 доллара это я считаю это очень хорошая цена потом она станет ниже в цене просто она только начинается в общем вот так друзья значит уже по новой нашей традиции сложившейся в этой поездке мы продолжение ужина точнее ужин продолжаем в море ужин в море это же романтика только уже на следующий день ход в море очень комфортный я в принципе для меня не очень комфортный оп уже садаптировался и особо не заморачиваюсь сразу зашел сразу погрузился и релаксуешь друзья у нас с александром мнения разделились на этот счет для него вход очень комфортный для меня вход не очень комфортный потому что заходить мне очень тяжело для меня заходы мучительные но потом тело адаптируется и я наслаждаюсь в полной мере красотами и купанием и вообще от Красного моря и Египта да значит показали мы вам собственно говоря ужин вот на мою точку зрения в этом отеле обеды напоминаю в отеле Swiss Inn Resort 5 звезд значит обеды здесь намного лучше чем ужин и понятное дело чем завтрак здесь самое мощное питание именно в обеде да но за счет того что здесь работают а-ля карты конечно скорее всего и ужины слабенькие для того чтобы люди больше делали акценты на а-ля карты один раз бесплатно потом можно платно записаться да вот а-ля карты совсем разные разные кухни здесь итальянские да и рыбные и рыбные вот поэтому конечно же акценты делается именно на обед в обед только один ресторан работает вот поэтому там конечно питание вообще очень мощное очень хорошее и на самом деле питание в данном отеле ну как вот по нашему опыту если уже сравнивать давайте с отелями которые мы уже посетили за грубо говоря последние два месяца это ноябрь декабрь вот в общем шармальшейха и хургады то по хургаде конечно питание гораздо лучше чем шармальшейхи да что хочется сказать по недостаткам данного отеля по тому же питанию то что ну на нашу точку зрения первое это то что во первых когда вы приходите на тот же завтрак обед или ужин ваш номер сразу записывает номер в вашей комнате это мы говорим о минусах сейчас отеля свит инг 5 звезд да ваш номер сразу записывают и если вы допустим пришли проснулись рано пришли аппетита у вас нет и вы вышли из ресторана ничего не покушали а потом у вас через полчаса через час пробудился зверский аппетит обратно в ресторан вас просто не пустят ваш номер уже записали и значит вы уже свое съели и перекусов здесь нет вот а что касается посуды то посуда здесь конечно радует что на баре на пляже здесь такой толстый пластик что в основных ресторанах если вы на месте берете себе коктейли или напитки то полноценное стекло вот и это плюс да еще огромный плюс данного отеля является его месторасположение это наверное один из самых больших плюсов жирных да во первых первая береговая посмотрите какая шикарная здесь лагуна посмотрите просто великолепная это вообще в принципе его преимущество это то что он находится на эль-мамше и у него шикарная лагуна действительно это это то ради чего мы приехали в этот отель да вот значит расположение на эль-мамше рядом клеопатра базара обязательно будет обзор множество магазинчиков и аптек это тоже мы обязательно все покажем и есть где прогуляться выходишь эль-мамша как днем так и вечером изумительно красивая просто восхитительная улица ну зеленая чистая с декорациями улица да она вообще отличается очень сильно от всего всей хургады в целом эль-мамша это реально вот везде смотрю написано что это центр всегда думал что шаратон это центр почему-то ребята еще хочется добавить то что кто летит в такие отели как Штейгенбергер Альдао там вообще там такая иллюминация стоит там прям вот к новому году подготовили саня елка дед мороз в общем все до отеля очень красиво украшено это я все к чему потому что не только альдао так красиво сделал свой вход когда вы гуляете по эль-мамше в декабре много отелей очень красиво украсили свои входы и от того эль-мамша она и так очень красивая чистая зеленая вся в пальмах в магазинах от того что все отели украсили свои входы к новому году подготовки подготовки к новому году она еще краше еще веселее хотя уже кажется больше некуда да да и возможность всю эту красоту понаблюдать не надо никуда ехать просто выйдя за двери ресепшена предоставляется у отдыхающих данного отеля вот этот является очень большим плюсом на нашу точку зрения что касательно значит номерного фонда реновация здесь прошла вот пишут что собственно говоря реновация прошла в номерах первой береговой но первая береговая это и свисын ресорт пять звезд четверка это вторая береговая называется так же самое свисын ресорт только четыре звезды ребята и если кто вот так вот мысленно про себя подумает что свисын шарм ин да действительно вот свисын четыре звезды они по отзывам вот которые мы вот читаем мы вот тоже общались с людьми по отзывам она очень напоминает отель шарм ин в шарм аль шейхе вот да поэтому подбирая отель не перепутайте да пять звезд и четыре звезды да четверка на второй линии находится номера уставшие вот пятерка на первой береговой номер мы вам уже продемонстрировали и что хочется значит добавить по анимации вы слышите что играет музыка анимация есть как дневная так и вечерняя в общем отель живет полноценной жизнью команда аниматоров здесь есть поэтому скучно скучно однозначно вам не будет и давайте уже будем резюмировать значит наше видео показали мы вам ужин покупались с вами в моречке будем заканчивать наше сегодняшнее видео и кайфовать дальше и кайфовать обязательно вам спасибо за просмотр до новых встреч пока пока